Здравствуйте, дорогие друзья! У нас с вами совсем скоро Йом-Кипур, Великий День Очищения, когда Сам Всевышний очищает наши души от многочисленных грехов, которые мы, к сожалению, совершаем. Это огромный колоссальный подъем для души на очень-очень высокие уровни. И, конечно, нужно его провести этот день максимально-максимально больше, взять этого очищения и очиститься, и подняться ко Всевышнему. Тора говорит, что в Йом-Кипур мы как ангелы, мы одеваем белые одежды, как ангелы, мы не пьем, не едим, словно ангелы, мы стоим и молимся, в Ешивах в Израиле молятся с 7 утра до 7 вечера, 12 часов подряд во многих местах, молимся и молимся, как ангелы воспевают хвалу Творцу, мы это делаем на земле. Но давайте разберемся в одном интересном нюансе. Тора везде в Талмуде подчеркивает постоянно, что нельзя делать те устрожения, которые не соответствуют твоему духовному уровню. То есть, если я сейчас на уровне Х, и ему соответствует такое поведение, ты не имеешь права на уровне Х вести себя так и устрожать, как будто бы ты уже на уровень выше. Все нужно делать поэтапно, ступенька за ступенькой. И Всевышний любит правду. Зачем ты себя ведешь, как будто бы ты великий-великий праведник, если ты пока что обычный праведник? И всему свое время. Подожди. Давайте разберемся, как это сочетается с Йом-Кипуром. Мы в Йом-Кипур, обычные люди, ведем себя как ангелы. Постойте, постойте, мы же сказали, что Бог такое не любит. Мы же сказали, что Бог хочет, чтобы мы себя вели так. И устрожения, и обычаи мы брали такие, которые соответствуют нам. Почему же в Йом-Кипур, вдруг мы все переодеваемся в ангелов? Мы же не ангелы. Отвечает Рыбьян Калек Галинский, великий-великий раввин, который совсем-совсем недавно умер, жил в наше время. Он говорит так, что когда-то давно его сослали в Сибирь. И он попал в Сибирь, потому что он там соблюдал, он был ешеботником тогда. И с ним вместе находились в одном бараке все литовское правительство. Советская ВАЗ захватывает Литву, захватывает Польшу. И всю интеллигенцию, всех правителей тоже ссылают в Сибирь. И вот Рыбьян Калек Галинский, он рассказывает, там были специальные такие трехъярусные такие нары. Он спал на третьем этаже, и возле него спал литовский генерал. Один из самых-самых таких высокопоставленных чиновников. Он там спал возле него. И он там объясняет Рыбьян Калек Галинский, что специально хотели их унизить, это литовское правительство. И там заставляли их работать черной работой, чтобы они забыли, кто они. И все, и покорились советской властью. Говорит Рыбьян Калек Галинский. Однажды он просыпается рано утром и видит в 5 утра, в 4 утра, пока еще все спали, что вот этот, вот этот генерал одевает какие-то странные на себя вещи, какую-то там медальку он запрятал, одевает на себя медаль, какой-то там кусочек погона он сохранил. И отдает честь, и двигает как-то руками, словно он марширует. Рыбьян Калек Галинский не понял, что происходит. И он подошел к нему и спросил. И сказал, слушай, мы же с тобой как бы соседи по нарам, я никому не скажу. Расскажи мне, что происходит с тобой. И этот генерал сказал, что советская власть хочет нас подавить. Хочет, чтобы я забыл, что я генерал. А хочет из меня сделать раба, чтобы я им покорился, и никогда не думал, что когда-нибудь я вернусь на родину. И все страны Прибалтики станут снова независимыми, и так далее, и так далее. Хотят меня подавить. Но я не дамся. Я генерал. И я себе каждое утро, пока все спят, напоминаю, что я являюсь генералом, литовским генералом. Я вспоминаю, как я марширую. Я вспоминаю, как я даю приказы. Я одеваю то, что там я сумел спрятать какой-то там погоны, какую-то медальку, какую-то шмоточку генеральскую. И я пытаюсь вот в кровати, насколько возможно, маршировать, чтобы вспомнить по утрам, кто я на самом деле, и не дать советской власти, чтобы я забыл, кто я есть. Не дать себя подавить. Говорит Рыбян Калегалинский. То же самое происходит с нами в Йом-Кипур. Мы не копируем ангелов, а мы являемся ангелами. Написано, что человеческая душа, она по уровню даже выше, чем ангелы. Но что? Мы живем в этом материальном мире. Так сложно. Коронавирусы. Многие болеют. И нам нужно работать, приносить какую-то парносу домой. И столько проблем. И мы забываем про Бога. Мы забываем, кто мы на самом деле. Но в Йом-Кипур Тора говорит. Хорошо, я понимаю, что ты весь год, тебе сложно вести свою жизнь, вести себя на большом, высоком духовном уровне. Но в Йом-Кипур Бог говорит, давайте вы вспомните, кем вы являетесь. Вы являетесь ангелами и даже выше, чем ангелы. Оденьте свои генеральские одежды. Оденьте мундир. Оденьте белые одежды. Не кушайте и не пейте, потому что этот материальный мир, еда и питье, это всего лишь 70, 80, 100 лет. Но вы на самом деле духовные творения, которые живут вечно. И вот, говорит ребянка Олег Галинский, в Йом-Кипур мы вспоминаем, кто мы. Мы не хотим давать ецарара, мы не хотим давать повседневной жизни дать нам забыть, кто мы. Мы творение Всевышнего. Мы никого не копируем. Копировать запрещено. Вести себя несоответственно, своему уровню запрещено. Но в Йом-Кипур мы ведем себя так, кем мы являемся. А мы являемся больше, чем ангелы. И мы это себе напоминаем в Йом-Кипур. И нет никакого противоречия с правилом. Веди себя так, кем ты являешься. Спасибо огромное за внимание. Хорошего. Спасибо огромное.